Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Зинаида Артемкина, заместитель директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте, Зинаида Григорьевна! Здравствуйте, Ирина! А насколько я знаю, у вас очень такое радостное событие в музее, вам исполняется 130 лет. И почему-то очень многие, когда об этом узнают, сильно удивляются. Ну, не знают люди, что вот Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник на протяжении такого длительного времени уже существует. Если можно, расскажите немного об истории нашего, наверное, главного музея Рязани. Да, действительно, нам в этом году исполнилось 130 лет. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник – один из старейших музеев нашей страны. Он был создан в 1884 году. А история создания музея такова, что к XVIII веку уже создались все предпосылки для того, чтобы в стране появились новые музеи и новые архивы. Известный архивист, сенатор, основатель Санкт-Петербургского археологического института Николай Васильевич Калачев, объезжая многие города России на предмет создания в них архивных комиссий, побывал в городе Рязани. И наш город, Древняя Рязань, была избрана местом, где впервые была создана ученая архивная комиссия. В мае 1884 года господин министр внутренних дел России в своем циркуляре писал о том, что государь-император соизволил в качестве опыта создать в губерниях Тверской, Тамбовской, Рязанской и Орловской ученые архивные комиссии. При этой архивной комиссии и был создан наш музей. Первоначально он назывался историко-археологическим и являлся общественным музеем. Днем рождения нашего музея является 15 июня 1884 года. В этот день в доме губернатора собрались представители всех ветвей власти. Там находился и сам губернатор, князь Константин Дмитриевич Гагарин, вице-губернатор, представители казенной палаты, суда, многие видные общественные деятели. На первом заседании ученой архивной комиссии присутствовало 15 человек. На этом заседании присутствовал и сам Николай Васильевич Калачев, который говорил о значимости архивных комиссий. Потому что хотя комиссия называлась архивной, но спектр ее деятельности был очень и очень разнообразен. Члены ученой архивной комиссии занимались изучением истории, природы, экономики Рязанского края. Они собирали многие вещи старинные, занимались разведками, археологическими и другими исследованиями. Поэтому и при архивных комиссиях создавались музеи. Наш историко-археологический музей, который был создан при ученой архивной комиссии, открыл свои двери в 1890 году. Это произошло 16 декабря. Своего помещения, естественно, музей в то время не имел, и он располагался в здании присутствующих мест. На сегодняшний день для нас Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник ассоциируется, наверное, в первую очередь с Рязанским Кремлем. Когда музей переехал именно в этот памятник архитектуры? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо сказать о том, что в 1918 году ученая архивная комиссия прекратила свое существование и, естественно, музей при ней. Но новая власть также была заинтересована сохранением своей старины, своего прошлого, своей истории. Поэтому в 1918 году в Рязани создается Рязанский историко-художественный музей, который в 1937 году делится на два самостоятельных – Рязанский крывеческий и Рязанский областной художественный музей. То есть это было два областных музея. А в Рязанский Кремль наш музей переехал в 1923 году. Это было сделано с той целью, чтобы сохранить не только те экспонаты, которые на тот период уже вошли в новый музей, уже государственный, который был основан в 1918 году, но еще и сохранить памятники архитектуры, памятники истории, которые расположены на территории нашего древнего Рязанского Кремля. И, конечно же, свою миссию музей выполняет и выполнил. Большая работа за прошедшее время была проведена по реставрации памятников, по приведению в порядок территории Рязанского Кремля. Многие рязанцы, приходя к нам в музей, приходя в Кремль, считают, что наш музей называется крывеческим. Но это не совсем так. Опять же вернемся в историю. Дело в том, что в 1968 году распоряжением Совета министров РСФСР на базе памятников Рязанского Кремля, Рязанского краеведческого музея, Солочинского монастыря и объекта археологического наследия городища Старая Рязань был образован Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. То есть это целый музейный комплекс, это целый центр музейный. За прошедшее время в состав музея-заповедника также вошло поле Вожской битвы. Это Глебово городище. Ну и еще очень важное событие, которое произошло в жизни нашего музея. 6 декабря 1995 года указом президента Российской Федерации Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Это довольно-таки высокая оценка труда всего коллектива. На сегодняшний день рязанцы и гости города, какие экспонаты, какие коллекции могут увидеть в стенах вашего музея? В этом году наш музей в уходящий юбилейный год был занят поиском новых креативных идей, также воплощением новых выставочных интересных проектов, которые у нас были в этом году прошли. Ну, следует назвать, что очень интересные выставки у нас были. Которые рассказывали о реставрации. Потому что, когда мы говорим о реставрации, все думают, что это реставрация прежде всего памятников. Конечно, она ведется. Но мы также и реставрируем предметы. Те экспонаты, те музейные предметы, которые попадают к нам в музей. Они для нас очень ценны. Они передают время, эпоху, в которой они бытовали. Но время не умолимо. Поэтому они нуждаются, так сказать, в реставрации. Мы эти предметы реставрируем. И у нас была замечательная выставка, на которой были предметы отреставрированы за последние 10 лет. Многие рязанцы с этой выставкой познакомились. Год культуры. И, конечно же, мы не могли не сказать и о культуре, об искусстве, о живописи. Я, конечно, понимаю, что обо всем, что мы можем увидеть в стенах Рязанского историко-архитектурного музея и заповедника, мы, наверное, даже и не расскажем. Лучше прийти и самим это посмотреть. Мы вас поздравляем с юбилеем. Поздравляем с уже наступившим 2015 годом. И желаем вашему музею развития, успехов и большого количества посетителей. Спасибо большое. Я также, пользуясь случаем, поздравляю всех рязанцев, всех гостей нашего города с наступившим новым 2015 годом. Мы надеемся на новые интересные встречи в нашем Рязанском Кремле. Ну, а сотрудники наши всегда ждут вас и всегда готовят для вас новые интересные мероприятия, выставки, анимационные, культурно-образовательные программы. И, конечно же, экскурсии, как в экспозиции, так и на территории нашего Рязанского Кремля. Ой, что-то я как-то все так у меня... Все, все, все хорошо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго в наступившем году. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин